В эфире информационного канала Севастополя программа в контексте. Мы говорим о традициях ветеранов воздушно-десантных войск. У нас в студии заместитель председателя Севастопольской региональной организации ветеранов воздушно-десантных войск и участников боевых действий Игорь Руснак и ветеран воздушно-десантных войск Игорь Васильев. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Все-таки вот праздник, день ВДВ, насколько он значим для вас? Начнем с того, что праздник этот зародился еще с 1930 года, когда на учениях были выброшены первые 12 человек. И от этого дня, в принципе, День воздушно-десантных войск 2 августа и начал свое движение. В этом году мы отмечаем 85-ю годовщину, то есть юбилейную, так сказать, Дня воздушно-десантных войск. И этот праздник, в первую очередь, является одной из важнейших традиций нашего десантного братства. Наши десантники выполняли свои служебные обязанности, проявляя мужество и героизм на фронтах и Великой Отечественной войны, на фронтах Финской войны, на Холхенголе. Также большое значение для десантников имеет Великая Отечественная война, так как многие десантники принимали участие именно для того, чтобы победа была... По факту можно сказать, что ни один вооруженный конфликт, который происходил на территории стран бывших СНГ, точнее, бывшего Советского Союза, он не обходился, по сути, без участия десантников. Десантники, конечно, принимали непосредственное участие, это в первую очередь в Афганистане, в Чечне. Ну и на данный момент они защищают, как бы готовятся к защите России. — Сколько сегодня училищ выпускает десантники? — Училище, начнем с того, что оно единственное в мире. Рязанское, дважды краснознаменное, ордена Суворова, недавно, как два года тому назад, было присвоено. Командное училище. Училищу в 2018 году исполнится 100 лет. То есть оно из самых старых училищ командных, которые в России на данный момент находятся. — Что касается воздушно-десантных войск, это элита. Всегда позиционировались они как элита. Вот на самом деле, насколько сложно поступить в училище Рязанское? — Ну, я могу сказать. — Ваши года и сегодня. Сегодня, говорят, там конкурс чуть ли не 35 человек на одно место. — Ну, насколько я знаю, по моим данным, где-то будет набор порядка 800 человек. Но это будут подготавливаться не только кадровые офицеры, это будет подготавливаться также младший состав, то есть сержанты, прапорщики, старшины. — Так сказать, курсы, можно сказать. — Да, они будут тоже подготавливаться, все. Значит, что касается моего поступления в училище, когда я поступал, это был 1982 год, конкурс на самом деле был где-то порядка 36-38 человек на одно место. Очень большое, так сказать, большое внимание уделялось физической подготовке. — Ну, это основа. — То есть ребята приходили поступать хорошо подготовленные. Ну и, естественно, ставили в такие условия, вот мы поступали в учебном центре. А это в первую очередь что? Комары, это в первую очередь жара. — Ну, традиционный курс молодого бойца, что называется. — Ну, даже не курс, даже еще перед курсом молодого бойца, основная масса, просто кто приехал, просто посмотрел, тут же развернулся, ушел. А кто поставил себе задачу стать десантником, стать, как говорится, будущим героем, те поступили. — То есть вот этот элемент внутреннего стержня, он играет первостепенное значение? — Обязательно. — То есть мало того быть просто сильным, нужно еще быть стойким. И, опять же, обладать незаурядными интеллектуальными способностями. — Ну, соответственно. — На сегодняшний момент выпускники Рязанского училища насколько тесно общаются? — Мне повезло, буквально две недели назад, 26 июня, я был на встрече выпускников своего выпуска 25 лет со дня выпуска из Рязанского воздушно-десантного училища. Собрались выпускники 1990 года. Нас выпускалось 320 человек, на выпуск приехало больше 200. Это показатель того братства, то есть сплоченности, которая есть. И мы традиции поддерживаем. Была встреча с начальником училища, легендарный генерал Слюсарь, герой Советского Союза. Мы, хотя абсолютное большинство уже из нас гражданские, но десантник это навсегда. Мы пришли на территорию училища, встали в строй батальонной коробкой. Командир роты доложил начальнику училища, мы поздоровались, прошли с песней. Это ежегодно проходит такая традиция. Прошли по территории училища, очень училище приятно порадовало. Развивается, изменилась в гораздо лучшую сторону. Очень современная база. И у курсантов глаза горят. Они гордятся, что они десантники. И знают, что есть десантные войска и нет задач невыполнимых. Ну, недаром говорят, что десантник это состояние души, а не погоны, которые у тебя на плечах. Насколько это так? На все 100%. Так сказать, зов неба. Есть? Конечно. Даже вот когда на гражданке? Даже когда на гражданке. После того, как ушли со службы, продолжаете прыгать, продолжаете заниматься спортом? Или вот это просто никуда нельзя убрать? Продолжаем заниматься спортом. И я до сих пор совершаю прыжки с парашютом. Вот. Основа основ. Что называется, прыжки с самолетов. От этого не уйти, насколько я понимаю. Это изначально сделанный выбор, и он продолжается всю жизнь. Небо зовет. Ну, еще, десантником называется не тот, кто просто с парашютом прыгает, а десантник, который десантировался с военно-транспортного самолета в полной боевой экипировке. Вот это десантник. Что опять же усложняет процесс. Совершил марш-бросок на 20 километров. Разгромил противника, выполнил боевую задачу. А вот об этих традициях давайте поподробнее. Итак, марш-бросок 20 километров. Что это такое? Насколько это тяжело? Ну как, насколько тяжело? Ну, представьте, я сейчас не знаю, допустим, сколько экипировка весит у современного десантника. Думаю, килограмм, наверное, 20. Ну, может быть, побольше даже. Потому что сейчас они уже еще и в бронежилетах бегают. Опять же. И так далее. А это самое главное, это выработка выносливости. Не даром говорят, что у десантника, как у свадебной лошади. Голова в цветах, а зад весь умыли. На сегодняшний момент, как вот живут десантники? Те, кто прошел Рязанское училище, по различным обстоятельствам кто-то служит, кто-то ушел на гражданку. Вот насколько остается все-таки в душе вот те годы, проведенные в училище? Как сказал один из ветеранов воздушно-десантных войск, довольно авторитетный, воздушно-десантные войска, это не только те 36 тысяч, кто сегодня стоят в строю. Это еще огромный МОП-резерв ветеранов. И если вот командующий ВДВ вот скажет, десантники вы нужны родине, это будет такая сила, которую ничто и никто не остановит. Вы уже упомянули о том, что воздушно-десантные войска, это можно сказать элита, и все конфликты, по сути, были, решались именно их силами. Вот, допустим, вы в каких конфликтах участвовали? Я воевал в Афганистане с 87 по 89 годы. Ну, там, как говорится, прыжков не было, там в основном все. Мы были обычно, как говорится, пехота. Но в отличие от пехоты, у нас был совершенно другой дух, совершенно другой настрой. И те бойцы, которые служили у меня, они, честно сказать, были всегда на две или на три головы выше по своему духу, по своей подготовке, чем обычные пехотинцы и так далее. Игорь Маратович. Я принимал участие в миротворческой операции в Абхазии с 93-го года по 97-й. Участвовал в контурористической операции в Республике Чечня. Вот, помнится, в Абхазии командующий миротворческими силами подводил итоги, ежемесячное мероприятие. А там миротворческие силы себя представляли четыре батальона мотострелковых и один отдельный парашютно-десантный батальон. Я просто невероятную гордость испытал, когда при подведении итогов генерал-майор Тихонов сказал, вот, говорит, если взять солдата-мотострелка, его дисциплинировать, закалить физически, обучить, говорит, это уже будет не мотострелок, это уже десантник получится. Вот и все. Да, вот и все. Терристика, что называется. Если вспомнить, вы тоже упоминали времена Великой Отечественной войны, тогда же из-за нехватки самолетов десантникам также приходилось сражаться в рядах пехоты. Были сформированы стрелковые дивизии, правда, сражались они все равно в пилотках с синими околышками, по-моему, так это называлось, с синими линиями такими. И немцы, когда сталкивались с ними, считали, что перед ними летчики. Стрелковые подразделения сформированы из летчиков и боялись безумно. Спасибо вам большое за то, что вы есть, за то, что вы стоите на страже Родины, и за то, что вы хорошо умеете отдыхать и сохраняете вот это десантное братство. Спасибо за то, что пришли. Напоминаю, вы смотрели программу в контексте, эфир же информационного канала Севастополя продолжается. Не переключайтесь. Ведь на самом деле элита элит, десантные войска – это та основа государства, которая бережет не только наши границы, но и наше спокойствие. Продолжение следует...